ТАРА ПУНЬКА Обращаю ваше внимание на двух весьма забавных молодых людей с Украины. Они, да впрочем, вот они уже и выходят. Здоровенькие булыки. Ну, молодые люди, что вы нам покажете? Мы вам расскажем, кто мы такие, что мы такие, как мы сюда попали. Приехали мы из Киева, меня зовут Грицко, а фамилия моя, извиняюсь, Старопунька. А раньше я работал в милиции, а теперь меня из милиции высунули в артисты. Выдали мне новую форму артистическую, почепили собачку. Ну, я... Ничего, плечи маловато. Что ты маловато? Тут по килограмму вати на кожному плече, я так говорю, что маловато. Вот это мой предел. Ну, а тебе я сам расскажу. А я бывший старший монтёр, театральный осветитель. А теперь, знаете так, артист-совместитель... Одним словом, Штепси. Нет, моя фамилия не Штепси. Ну, ты же монтёк? Я бывший монтёр. Ну, значит, Штепси. Ну, хорошо, не будем спорить. Не будем. Главное, это то, что мы с тобой теперь артисты. О, мы теперь стали сильно интеллигентные люди. Такие выхованные вечно, культурные. В каждом вашем слове, чувачка, высока культура. Тарапунька. Не гавкай. Не перебивай меня. Ты же знаешь, что я теперь конференция. А что это значит? Знаю. Ну, конференция, это вроде директор концерта. О, директор. Ну, говорите, товарищ директор. Что ж ты думаешь, я так стану и буду тебе говорить? А как же ещё? Ну, всё, трибуну мне давай. Сейчас. Вот она, трибунка моей обысканной конструкции. Ну, что, трибунка? А вода есть? Пожалуйста. Мало. Пожалуйста. Это солидно. Вот вам, товарищ директор, откуда говорить? А вот, что говорить. Тихай. Разрешите вам поставить эту палочку, не помешает? Нехай стоит. Товарищи! Что мне тут понаписывали? Товарищи! На сегодняшний день меня интересует завтрашний день. Из моего отчёта вы увидите, что моя работа достигла поворота и разворота. Я думаю, все вы меня поймёте. Вы видите сами, как я горю на работе. Но я один. Я руководство. Так пусть же горит всё производство. Итак, дорогие товарищи, Равняясь на меня, подтягиваются и другие театральные организации. Что такое? Да не обращай внимания. Во всех наших оркестрах мы имеем ударников. Наши певцы живут припеваючи. И даже в цирке у лилипутов заметен большой рост. Поэтому, если я уйду с работы, это для всего нашего искусства будет тяжёлый удар. Что такое? Всё в порядке. Видишь ли, это наш брехочувствитель. Брехочувствительный аппарат системы Штепселя. Модель 207 БИС. Хай ему БИС. Не выносит лжи. Ничего себе аппарат придумал Штепсель. На мою голову. Неплохой. Разрешите продолжать свой отчёт. На каком месте я остановился, товарищи? Вы остановились вот на этом месте. И место для докладчика возьмите. Я же говорю, просил трибуну. Вот теперь продолжай. Товарищи, дорогие мои граждане. Вообще, если так хорошо разобраться, так я вообще работник неплохой. Я, можно сказать, крупный работник. Что оно поломалось, чи что? Я на голову выше от всех директоров, яких вы только знаете. Я хотел сказать, на голову выше, это в смысле роста. Вы же понимаете, какие высокие. Я же говорю, что лучше. Выше потому, что высокие, потом и выше. Но в моей работе есть успехи небывали. Я хотел сказать, что успехов небывало. Чего нема, того нема. Но я не бюрократ. О! И все мои тут сослуживцы, они же для меня родные. Не, 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 я хотел сказать, что мои родичи зачислены сослуживцами. Конечно, они мне родные. А что они мне чужие, чи что? И вообще, рано или поздно моя работа будет отмечена. И на меня, одна за другой, посыпятся награды. Безобразие, понимаете. Разные тут, понимаете, вот эти вот штепсы ли, понимаете, хотят, понимаете, сорвать мое выступление. Ну, это являлось неудачно. Так и скажем. Зарвать мое выступление, это дело им не по зубам. Если так или иначе есть у вас такой докладчик, заходите. Буду рад дать вам этот аппарат. Молодцы, ох, молодцы.